Максим Красноцветов Улица авиационная, улица, по которой люди подъезжают к медицинскому учреждению. Улица такая достаточно насыщенная. В прошлом году мы все примыкающие дороги также отремонтировали. Сейчас выполнение этого ремонта подходит к завершающей стадии. На следующей неделе подрядчик завершит все работы. Протяженность этой дороги составляет полтора километра. Всего запланировано в этом году отремонтировать семь дорог в округе. В городе Пушкино уже закончен Писаревский проезд. Улица Тургенева и в Красноармейске бульвар Зубова. На стадии завершения и ремонт на Московском проспекте. Новой дороги и около 200 парковочных мест будет возле парка Северный. Сейчас там идет реконструкция по программе парки в лесу. Работы уже начались. Прошла санитарная рубка. В целом подрядчик идет достаточно уверенно. Все проектные сроки, которые предусматривает контракт, они соблюдаются. Мы ставим перед собой задачу выполнить все работы и данный массив завершить к 1 сентября. Контрактные сроки у нас чуть дальше, но тем не менее для себя мы ставим задачу к 1 сентября завершить все работы. Проект развития территории не предусматривает капитального строительства, а только внедрение элементов благоустройства. Дорожно-тропиночная сеть, освещение, обустройство парковочных мест тоже относятся к ним. Анастасия Спилина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Купание в необорудованных для купания водоемах и местах с предупреждающими знаками запрещено. На градуснике плюс 30 в городе плавится асфальт, а находиться в помещении без кондиционера невозможно. В такую жару хочется окунуться в воду, и порой мы редко задумываемся, какой перед нами водоем. Безопасно ли в нем купаться, какое там дно, и приплывут ли спасатели. Но в жару он должен быть холодным. В округе спасательная будка есть только на городском пляже в Серебрянке и в Тишково. Будьте внимательны у воды и на воде. Особенно не отпускайте детей без присмотра родителей. Также запрещено распитие алкогольных напитков, потому что вода таких шалостей не прощает. На необорудованных водоемах патрули бывают редко, а значит рассчитывать придется только на себя. Спасатели предупреждают о росте числа утонувших. В такую жару следует быть осторожными людям с хроническими заболеваниями, особенно с сердца и сосудов, из жары в холодную воду. Пьяному море по колено, но в состоянии алкогольного опьянения нельзя заходить в воду. Особенно важно следить за детьми, не оставлять их в воде без присмотра. Дети часто играют в воде, подныривают, хватают за руки и за ноги, шутливо притапливают и тащат на глубину. Вода – не место для игр. Взрослым стоит провести беседу с детьми и не отпускать одних купаться. Помните, ваша безопасность – ваша ответственность. Анастасия Спилина, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. На прошлой неделе в лесных полянах состоялся прием жителей в формате выездной администрации среди главных тем – подтопление канализации в поселке. Об этом на приеме сказал практически каждый житель, так как проблема с канализацией здесь существует давно. После встречи глава округа Максим Красноцветов вместе с представителями пушкинского филиала «Водоканала» и жителями посетил несколько адресов и посмотрел, в каком состоянии колодцы. Вопрос был взят на контроль, и уже сегодня «Водоканал» приступил к работам по устранению данной проблемы. На выездную администрацию жители обратились с проблемой, то, что постоянное подтопление происходит, и поэтому организована вот такая комплексная работа. Основная причина появления засоров – это то, что жители не соблюдают правила пользования системой канализации. Это сбрасывают в унитаз влажные салфетки из нетканого материала, которые не растворяются в воде. Кроме того, большую проблему в этом составляют биотуалеты от животных и строительные материалы гипсовые, которые также попадают в систему канализации, приводят к ее засорению. Чтобы устранить подтопление, пушкинский филиал «Водоканала» привлек специализированную подрядную организацию. она проводит гидродинамическую промывку всей системы канализации в поселке. Это более двух километров. Также водоканалом были восстановлены колодцы. Что касается в целом работ по городскому округу, то эти работы будут продолжены на территории города Пушкина. Также будет осуществляться промывка сетей и приведение их в надлежащее состояние. Евгения Коломийца, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Это музей Владимира Маяковского. Здесь поэт снимал дачу в последние годы своей жизни и создавал шедевры. В музее представлены портреты Маяковского, современные скульптуры, плакаты. Каждый год это место стараниями жителей и активистов пополняется новыми экспонатами. Дело в том, что я в школе работала с 91-го года. И вот эти все старые материалы, которые нужно сдать в макулатуру, у меня просто рука не поднимается. И поэтому я решила, может быть, вам будет интересно. Фотографии и писем Маяковского, его изображения, даже карта с обозначениями передвижений поэта. Теперь все это есть в музее. Здесь подобные истории уже добрая традиция. Вот портрет Маяковского. Это подарок от Пушкинской театральной студии «Маленький принц». 33 года Маяковский, этот Маяковский наблюдал и вдохновлял детскую театральную студию многих-многих любительских, а может, впоследствии, профессиональных актеров. Мне кажется, это очень ценный экспонат. Вот. Обычная серийная штука становится необычной, уникальной вещью. Приносят каждый, что считает нужным. Портреты, старые здания, фотографии. Даже просто вещи, необходимые в быту. И что вы привезли? Ну, снявку. Сможете показать? Ну, вот мы тут надарили, она немножечко лишняя у меня. Тут вот записаны книжки. Вот, куда мне их девать, непонятно. В музее проводятся экскурсии, тематические встречи, спектакли. Одно дело, когда приходишь в место, которое создано кем-то. И совершенно другое, когда понимаешь, что здесь есть личный вклад многих жителей. Наш довольно обширный опыт, местный, исторический, культурный. Говорит о том, что фотография – бесценный источник памяти, информации, машины времени. И если кому-то не жалко, приносите на дачу Маяковского разные-разные фотографии, люди, город, вещи. Они станут украшением и историей музея. Мария Лихобабенко, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Руководитель группы компаний «Пластик-онлайн» Дмитрий Кульков в очередной раз передал гуманитарный груз для наших бойцов в зону СВО. Для военнослужащих компания собрала продукцию собственного производства. Мы по запросу нашего военнослужащего, нашего друга, подготовили и закупили провода для ремонта техники, краны для ремонта техники. Также передали бумагу по запросу, ну, соответственно, для какой-то документации. И в том числе передали товары нашего производства. Это бытовую химию, ну, необходимую, да, то есть это мыло, это средства для стирки. Вот, а также две сумки нашего производства, такие рюкзаки водонепроницаемые, которые можно в любую погоду использовать, вот, и вещи в ней будут в сохранности. Помощь передали добровольной организации никто, кроме нас. Группа наша образовалась с самого начала мобилизации, то есть ей уже третий год. И вот активно сотрудничаем, собственно, с ребятами. Сегодня у нас порядка 12 подразделений постоянно, которым мы отправляем помощь и, собственно, ездим к ним в основном сами. Вот. Помощь мы осуществляем только по запросу непосредственно от ребят, то есть только, возим только необходимое. То, что позапросили, и мы собираем и отвозим. Так как мы являемся ремонтной ротой, естественно, у нас это большие потребности, это в расходнике, которые с трудом достаются, потому что все заводы сейчас работают на фронт, инструменты тоже много уходят, потому что, если техника, допустим, подбивается, естественно, все, что в технике находится, оно все сгорает. Вот. Поэтому большие потребности в инструменте. Также за активную жизненную позицию и неоценимый вклад в поддержку военнослужащих Дмитрию Кулькову и депутату МОЗ облдумы Александру Легкову вручили благодарность. Сегодня, к сожалению, в связи с высокой загруженностью не смог приехать мой близкий товарищ, депутат МОЗ облдумы Александр Геннадьевич Легков. Он также достаточно плотно и, как говорится, всеми силами помогает по запросам военнослужащих. Хочу выразить ему тоже слова благодарности, что он с нами и помогает. Алина Рогожина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Большой праздник развернулся на поляне Лукоречи в Данилово. Место давно стало точкой притяжения для местных жителей. И, как положено, в первый день июля тут отмечают весело и с размахом День деревни. Приурочен этот праздник к нашему престольному празднику деревни в честь иконы Боголюбской, иконы Божьей Матери. Мы ежегодно делаем этот праздник на протяжении больше десяти лет. В Данилово этот праздник очень любят и всегда ждут. Для местных День деревни главное – событие лета. К организации праздника всегда с большим удовольствием подключаются и жители. Например, вот такую ретро-комнату оформили даниловские девчата. Здесь собраны предметы из их молодости, всё то, что хранится у них дома. Мы решили вот такую тематику, как бы ретро-ФМ. Это то, что нам очень дорого. Тогда мы были молодые, счастливые, весёлые. И вот немножко частички. Оттуда мы решили сюда принести нашей молодёжи современной, показать. Показать, как мы жили, что мы ели, веселились, влюблялись. А мы здесь собрали ретро 60-70-80-х годов, где у каждого в доме имеется всё, что сохранилось от бабушек, от дедушек, от нашей молодости, от нашего прошлого. И вот как бы представили от деревни Данилова наш раритет. Общую комнату создали, чай. Вот хорошие девчата, мы вообще хорошие девчата замечательной деревни Данилова всегда вместе и всегда всё делаем сообща. Среди жителей деревни много талантливых людей. Своё творчество они представили на ярмарке товаров ручной работы. Приехали в гости и мастера из округа. Ещё можно было познакомиться с коллекцией русских народных костюмов и закладок. Это работы участников коллектива «Горница Марии Искусницы» из ДК Данилова. Проводили для гостей праздника мастер-классы, а для детей игры и конкурсы. Кроме того, по традиции всех угощали. Основное событие праздника – театрализованный концерт. Выступали коллективы ДК Ашукина. Танцевальные и музыкальные номера стали частью истории о деревенской жизни лесных героев. И, как всегда, найдётся тот, кто захочет испортить праздник. У Данилова это Баба Яга. Конечно же, у этой истории счастливый конец. Все погуляли на празднике и отметили День деревни в лучших традициях. Евгения Коломеец, Владимир Парфёнов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Новости Большого округа. Новости Большого округа. В округе Пушкинский каждый год его отмечают в конце июня. Старшеклассники уже закончили школу и сдали экзамены. Значит, можно отдохнуть по полной. Праздник отмечали в трёх городах. В Пушкино активности проходили на двух площадках. В Центральном парке культуры и отдыха – танцевальный мастер-класс. И парад награждений. Благодарственными письмами от Министерства благоустройства области были награждены люди, которые внесли свой вклад в развитие молодёжи. Это представители образовательных учреждений и активная молодёжь. То, чего ребята достигли – это только начало пути. Впереди большое будущее. Желаю, чтобы все преграды преодолевали с улыбкой. Чтобы рядом с вами было надёжное плечо. Посмотрите, обернитесь. Ведь мы с вами одна семья. Одна большая дружная семья. Кто-то уже возрослел, закончил 11 класс. Но я уверена, что мы с вами ещё увидимся и на территории округа мы с вами ещё будем показывать высокие результаты. Не забыли и про вклад волонтёров культуры. Молодые люди работают бесплатно, когда другие отдыхают. Даже в тяжёлых условиях. Например, ростовые куклы в жару на 1 июня. Самоотверженность была оценена грамотами. Ребятам нравится такая деятельность. Это и досуг, и помощь людям. Волонтёрство у меня лежит душа. Как только я начал свой путь волонтёры, я сразу понял, что для меня это будет смыслом. Это будет целью. Целью помочь людям. Для меня делать добро бескорыстно – это, наверное, что-то высшее. Вопреки всеобщему мнению, молодёжь сейчас креативная, нацеленная на будущее, более развита в цифровом поле и хочет развития. Наверное, я живу обществом. Мне очень важно находиться в коллективе. Очень важно проводить время с друзьями, с семьёй. Очень важно развивать свой кругозор. Находить что-то новое каждый день. Не сидеть дома, а проводить каждый день активно. Чтобы жизнь каждый день наполнялся какими-то событиями. Для меня важна активность. В парке «Серебрянка» молодых людей ждало развлечения, которые очень любят молодёжь. Краски холи. Можно было под музыку посыпать голову, всё тело и друзей разноцветной пылью. Кошмар мам, которые не знают, как отстирать одежду, не оправдан. Краски хорошо смываются с тела и одежды. Безвредные. Но, конечно, как во всём, надо соблюдать технику безопасности. Эмоции детей стоят даже испачканных футболок. Да и постирать вещи можно было прямо сразу. Началась пенная дискотека. Для тех, кто не смог поехать в отель All Inclusive. Совершенно летнее развлечение. Эмоций через край. Только бассейна рядом не хватало. В «Серебрянку» лезть не захотели. Зато жители Ивантеевки в плюс 30 решили окунуться в Учу. И здесь тоже была пенная дискотека. И позагорать можно было. О, спорт! Ты молодость и гарант здоровой жизни. В Ивантеевке День молодёжи отмечают в Центральном парке. Тренировка на мини-батутах. Это возможность попробовать что-то новое. Велись сегодня конкурс. Написали цифры, раздали окружающим. И бесплатное посещение, смотря кто какую цифру вытащит. Будет бесплатное посещение у нас на фитнесе. Также тренировка по лёгкой атлетике, игра в волейбол, мастер-класс от детского клуба. Особый восторг у детей и молодёжи вызвала пенная дискотека. То, что нужно в жаркий день. Танцую, зажигаю, импровизирую ярко. В Красноармейске тоже отметили День молодёжи. Раньше каждый день молодёжи сопровождался танцевальными батлами. В этом году традиция возвращается. На центральной площади выступили танцоры городских кружков и секций. В состязании импровизирую ярко включила в себя такие номинации брейк-данс, хип-хоп и олл-стайлз. Все участники были разделены на категории по уровню подготовки. Сегодня ребята очень здорово выступили. Просто прекрасно, шикарно и замечательно. Все молодцы, всех с праздником. С Днём молодёжи! Во всех трёх городах праздник прошёл маура. И ребята ждут уже следующего. Хотя за год ещё будет много для них интересных мероприятий. Анастасия Спирина, Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Владимир Овсянников, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Хотелось бы с этим поздравить годом семьи, пожелать счастья, любви, здоровья. Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Московской области приехали навестить семью их коллеги, которые сейчас находятся в зоне СВО. Встреча состоялась в преддверии Дня семьи, любви и верности. За чашкой чая пообщались в неформальной обстановке. Про нашего сотрудника, полицейского водителя. Мы его направили уже на командировку, на специальную военную операцию в апреле месяце. Так как у него есть категория Д, это на автобус, он там ввозит личный состав. Муж Виктории сначала был на службе в полиции, потом перешел в Росгвардию. Общий стаж более 20 лет. Такие встречи сделаны для того, чтобы поддержать членов семьи, узнать, с какими трудностями они сталкиваются, предложить свою помощь. Очень приятно, потому что мужа нету, все-таки какая-то стова, есть какая-то поддержка, если что есть, можно кому-то обратиться на время его отсутствия. Старший сын Виктории планирует пойти по стопам отца и тоже работать в отделе вне ведомственной охраны. Начальник Пушкинского отдела сказал ему слова напутствия. Мария Лихобавенко, Никита Марковненков, Яков Глейзер. Новости Большого округа. В Пушкино на территории будущего ЖК «Публицист» компания «Догма» построит детский сад на 300 мест. Это будет современное здание, где возможно разместить 12 групп воспитанников от 2 до 7 лет. Новый детский сад будет муниципальным и появится в первую очередь для строительства жилого комплекса. В рамках реализации проекта будет создано 62 новых рабочих места. Строительство начнется уже в этом году, а завершить планируют в 2026. Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области одобрила облик будущего детского сада. В Пушкинскую городскую прокуратуру обратились родственники молодого пациента, которые не могли получать бесплатно лекарственные препараты. Эти препараты тяжелые и на них очень большое привыкание у пациента возникло. Федеральный центр, в котором он наблюдался с детства, в своих заключениях писали, что лекарственные препараты ему возможны только определенными торговыми номинованиями. Зачастую это зарубежные препараты. Многие из этих препаратов не выпускаются, а если выпускаются, то аналоги ему не подходят. Титаническая работа была проделана и больницей Пушкинской клинической имени профессора Розанова, и прокуратурой. Только после нашего вмешательства удалось достигнуть взаимодействия. Были получены от, именно городской прокуратуры были получены от пациента, от родственников пациента, необходимые протоколы обследований в федеральных центрах, в которых было написано, какие лекарственные препараты, с какими торговыми номинованиями и в какой дозировке пациент нуждается, и что его заболевание, оно фармакорезистентное, то есть никакими другими препаратами вылечено, быть и снивелировано не может. Сейчас пациент обеспечен необходимыми лекарственными препаратами до конца года, поскольку для него они индивидуально закуплены. И, соответственно, до конца года пациент не будет нуждаться в этом дорогостоящем лечении. То есть он будет нуждаться в лечении, но он его будет получать, и свое состояние сможет облегчать. Где еще можно станцевать со звездой в городском дворце культуры Красноармейской, есть такой шанс. Уже пять лет там существует Академия каникул вытворяшки. В ней все лето дети занимаются творчеством, веселятся и играют. Что такое Академия каникул? Это в каникулярное время мы проводим тематические смены. Но у нас все серьезно. У нас есть свой президент, кабинет министров, лидеры дня, которые назначаются и которые ведут на протяжении дня команду. Сейчас идет смена пять звезд. Ребята занимаются актерским мастерством, танцуют, поют, снимают ролики. В этот раз им подготовили звездную аллею. Это игра, в которой участникам нужно представить себя звездами спорта, эстрады или соцсетей. Ну мы записываем ютубы на вытворяшки. Да, и что там? Ну просто тренды, танцуем, еще что-то, какие-то жизненные ситуации. Еще мы играем в футбол, пионербол, в резиночку. У тебя, наверное, даже есть уже свой канал. Да, у меня 482 подписчика. В этой смене 22 ребенка. Задания для них самые разные. Исполнить вокальный номер с подтанцовкой, повторить знаменитое фото, даже представить себя журналистами и сделать импровизированный репортаж. Здравствуйте, вы на Первом канале. Что вы думаете? Птицы вкусные? Да. Они полезные? Нет. В смысле? Дети учатся общаться друг с другом, брать ответственность за себя и других. Президента выбирали всей сменой. Эту должность занял Михаил Кутков. А он, в свою очередь, собрал кабинет министров. Я выбирал самых веселых, самых надежных, самых крепких, самых умных. Министр культуры отвечает за развлечения. Чем ребятам заниматься в свободное время? Министр внутренних дел следит за поведением детей. Я слежу за порядком, чтобы никто не дрался, чтобы не было никаких ссор, чтобы никто не хулиганил. А если все-таки ссорятся и хулиганят? Тогда я их пытаюсь, я им говорю, я их разнимаю, потом передаю уже старше президенту. Помимо этого, каждый раз выбирается лидер дня. Так каждый ребенок может почувствовать себя главным. Лидер дня должен командовать своей командой, чтобы они были лучше других. Трудно быть лидером дня. Первый раз им становишься. Сам захотел. А почему? Не знаю. Командовать захотелось. На протяжении смены дети зарабатывают местную валюту, вытворяшки. Их дают за активное участие в конкурсах. А в конце их можно обменять на памятные призы. Мария Лихобабенко, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Парту в честь почетного жителя города Красноармейска Германа Яковлевича Демина в торжественной обстановке открыли в Центре образования номер 2. На праздничное мероприятие приехал депутат Московской областной думы Михаил Ждан, присутствовали педагогический состав и ученики школы. Вы должны делать добрые дела, ребят, друг для друга, для старшего поколения. Это просто будет приносить и вам радость, и радость обществу. И знайте, что место подвигу всегда есть в нашей жизни. Герман Демин в 1941 году добровольцем ушел на фронт и воевал в составе 17-й дивизии народного ополчения. Награжден орденами Отечественной войны, Красной звезды и медалями трех степеней. Герман Демин – автор проекта «Памятник героям-летчикам ТБ-3», один из авторов мемориала Победы в Красноармейске. В 2003 году его имя занесли в энциклопедию «Лучшие люди России». Герман Яковлевич Демин ушел из жизни 27 июля 2013 года. Человек достойный. Было приятно видеть, как ребята с гордостью, очень с большим чувством переживания сегодня открывали эту парту. И я уверен, что наша молодежь будет чтить память героев, проживающих на нашей родной земле, и передавать более молодому поколению свои знания. Проект «Парта героя» реализуется в нашей стране с 2018 года. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие определенные успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы. Целью проекта является создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и ветеранов труда. Проект «Парта героя» очень важен для детей. Наша задача – развивать гражданско-патриотическое воспитание в школе и чтить память героев Великой Отечественной войны. Я считаю, это святой долг каждого жителя и тем более молодого поколения. Камила Клиновская, Александр Корнеев, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа. Годы обучения, постоянные подготовки, домашние задания и, наконец, успешные экзамены. В Красноармейской кадетской школе прошел выпускной для 9 и 11 классов. Ребятам вручили аттестаты. Сегодня заканчивается 31-й учебный год в Новцентре. А для наших выпускников заканчивается один из самых важных и длительных этапов обучения. Обучение по стандартам среднего и общего образования. У нас две медали в этом году. Золотая и серебряная в 11 классе. Два парня подтвердили, слава богу, и на экзаменах подтвердили свои медали. Ну, вообще, это такой трогательный выпуск, потому что это как раз те дети, которые поднимались с начальной школы. Некоторые из них прям вот начинали даже в детском саду. У нас когда-то был детский сад. Золотую медаль получил Семен Слезкин. В этом учебном заведении он с начальной школы. Здесь же ходил и в детский сад. Кадет планирует дальше развиваться в сфере информационных технологий. Очень часто вопрос, если человек учится в кадетской школе, куда он поступает, и обязательно в военное почему-то должен. Но нет, это не так. Кадетская школа, она не только для этих целей, она воспитывает в человеке, вот этот стержень образует. И если классу с пятого ребенка отдавать, то к одиннадцатому уже будет прям вроде бы мальчик, но при этом уже с мужским характером. В этот волнительный день с выпускниками разделяют их радость учителя, родители и близкие люди, а также друзья кадетской школы. Большинство выпускников планируют связать свою жизнь с военным направлением. А Владислав Изотов решил уйти в медицину. Его мечта – стать военным хирургом. В десятом классе после операций, проведенных на мне, я что-то задумался о врачебном деле. Понял, что меня это очень сильно привлекает, заманивает. И я решил изучить подробно эту сферу и даже посвятил этому свой проект в северном классе. Хочешь людям помогать? Хочу. И буду. Ну, радость, гордость за него, что у него новый этап начинается в жизни, заканчивается детство. Наступает и юность, и взрослая пара, взрослая жизнь, где он будет уже делать серьезные поступки. Конец учебного года выдался трудным. Экзамены и практика. Мальчики ездили в лагерь под Муромом. Это сделано для того, чтобы укрепить знания, полученные за время обучения. Всего в этом году в кадетской школе Красноармейска 22 выпускника, по 11 в 9 и 11 классах. Впереди их ждет поступление в колледжи и высшее учебное заведение. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Рабочая встреча министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова с заместителем главы городского округа Пушкинский Еленой Панькиф состоялась в Центральном парке культуры и отдыха в Ивансеевке. В ходе визита министру продемонстрировали недавно обновленное пространство для проведения праздничных мероприятий. Показали новую футбольную площадку, которая зимой превращается в ледовый каток, детский городок, панда-парк и прибрежную зону. Эта зона тоже у нас благоустроенная по программе. Панда-парк для малышей, где можно поиграть, он открыт бесплатно, и мы туда не заводим инвесторов, чтобы тут все жители были. И большой скейт-парк тоже пользуется популярностью, и приходят наши ребята по гостям. Ивантеевский парк культуры и отдыха стал настоящим местом притяжения для жителей округа. В прошлом году его посетило 931 тысяча человек, а за первое полугодие 2024 года количество гостей достигло 464 тысяч. В рамках программы благоустройства в парке установлено новое освещение, обновлена дорожно-тропиночная сеть, велосипедная дорожка, проведено озеленение территории. В целях безопасности территория парка оснащена системой видеонаблюдения «Безопасный регион». Для детей организованы игровые комплексы, веревочный парк, игровая площадка для изучения правил дорожного движения. Не оставили без внимания и берег реки. На территории постелили деревянный настил, установили навесы шезлонгами. Также на реке появились плавающие фонтаны. Для инвест-партнеров сейчас перед нами ставится задача по развитию уже благоустроенных парковых территорий. Поэтому и министр перед нами ставит такие же задачи, чтобы территория парка всегда была интересна как и для жителей, так и для предпринимателей, которые готовы заходить сюда с аренды, предлагать нашим жителям новые услуги, тем самым развивать нашу внебюджетную деятельность, учреждение, которое также будет направлено на развитие этой территории. Преображение парка продолжается. До 2025 года закончится благоустройство второй очереди. Откроются экотропа, сухой пляж, вейк-парк, точки общественного питания и площадки для проведения частных мероприятий. Камила Клиновская, Александр Корнеев, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа. Где ярко праздновать День семьи, как не в семейном центре, который содействует семьям с приемными детьми и тем, кто попал в сложную ситуацию. Праздник приурочили ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. Священник-отец Павел подарил центру икону святых и рассказал про их подвиг. От главы округа Максима Красноцветова семью поздравила уполномоченная Нина Ушакова. Забота о своих родных и близких – это, наверное, самая великая ценность, которая есть у человека. И, в принципе, наша страна, она всегда славилась крепкими семейными традициями. Сегодня, наверное, хочется поздравить все семьи нашего большого, славного, красивого городского округа Пушкинский. Особо, конечно, отметить многодетные семьи и семьи, где воспитываются приемные детки. Мероприятие сплотило разные категории семей. Основа праздника – квесты. Всех гостей поделили на команды, выдали соответствующий браслет. Цель активности – сплочение. Каждая станция в квесте имеет свое значение. Где станция «Папа» в основном лидирует папы. Показывают свою силу и спортивность. Станция «Семья» там лидирует мамы. Проявляют нежность, ласку. Ребенок должен узнать голос мамы, а мама почувствует закрытыми глазами, где ее чадо. Есть станция «Я», где психологи и служба сопровождения замещающих семей работают с детьми и родителями вместе. «Я», который может собрать вокруг себя семью. В семье, в приемной семье – это очень такой тонкий подход. Сначала нужно понять, что действительно ты можешь поделиться такой сердечной добротой, домашней добротой. Не только вот ты взял ребенка и будешь его воспитывать как будто бы в семье. Семья – это прежде всего сердце и понимание между всеми членами семьи. Мы этому учим, мы помогаем родителям. И такие семьи есть. На базе семейного центра «Пушкинский» работает школа приемных родителей и служба сопровождения замещающих семей. Центр их курирует и помогает. И вот решил собрать всех на праздник. Праздник вообще замечательный. Здесь всегда проходят очень интересные праздники. Много эмоций. Все дружно, весело. Ну, счастье. Бездетным или возрастным парам – это шанс создать полноценную семью, найти свое счастье в материнстве. Но для этого надо обладать большим сердцем, любить ребенка и иметь много терпения. Был опыт с маленьким ребенком, с Алексеем, полтора года. Ну, слава богу, семья восстановилась, ребенок вернулся в родную семью. Потом мы предложили двойняшек – Сережу с Мариной. Он был годик, два месяца из города в Вене. Детей ждал сладкий стол. Но вначале они вдоволь наиграли с аниматорами. А мамы в это время могли спокойно пообщаться и поделиться опытом. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.